Привет, друзья! Сегодня мы вам хотим показать новостной сюжет, снятый местным телевидением. Почему он нам показался интересным, и мы думаем, он будет интересен для вас. Потому что был визит губернатора Краснодарского края в Анапу, Вениамина Кондратьева. И он как бы инспектировал город в плане готовности к курортному сезону. Этот курортный сезон будет еще более важным, чем всегда, в связи с тем, что предстоит чемпионат мира по футболу, и две сборные будут жить в Анапе. Два поля будут у них тренировочных. В станице Анапское одно и другое, в Витязево. Губернатор проинспектировал дороги, ремонт дорог, подготовку, пляжи, естественно. В прошлом году губернатор был недоволен подготовкой Анапы в сезону, а нынче он выразил свое удовольствие и благодарность, по-моему, нашему новому мэру, который полгода на посту. Смотрите и радуйтесь. Ну да, смотрите, много полезной информации, интересной для вас. Отдыхающие на пляжах Анапы сегодня делятся на две категории. Те, кто пришел полюбоваться видами моря, и те, кто уже готов принимать солнечные ванны. И это несмотря на то, что официально курортный сезон еще не начался. На набережной туристы со всей страны, ведь приезжают сюда традиционно целыми семьями. Это для местных вода еще холодная, а среди отдыхающих уже нашлись смельчаки, чтобы покорить волны Черного моря. Прохладно, но бодрит, свежит. И если надо, значит надо. Мы такие люди. А вы сами откуда? Из Москвы. А в Анапе часто отдыхаете? Третий раз. Вы не представляете, какое впечатление не только от моря, но и от города, в котором живут люди. Во-первых, что нравится, это чистота и порядок. Частоту и порядок на центральном пляже отметил и Вениамин Кондратьев. Глава региона специально приехал в Анапу, чтобы проверить, насколько курорт готов к началу сезона. Ведь еще прошлым летом к состоянию территории у губернатора были претензии. Сегодня изменения, как говорится, налицом. За проделанную работу Вениамин Кондратьев благодарит мэра Анапы, который заступил на свою должность полгода назад. Где мы сейчас были, где мы проехали, что я посмотрел. На самом деле просто есть хозяин и есть порядок. Есть комфорт, который в городе появился, уют, который вы создаете. Конечно, в первую очередь это и для горожан, но и, конечно, для многомиллионных гостей, отдыхающих в Анапе. Вот сегодня мы можем констатировать, что Анапа другая. Анапа уже уютная, гостеприимная и, я уверен, милое сердце. И сюда много-много-много еще раз. Те, кто уже отдохнет в этом сезоне, в прошлых сезонах, они достаточно вернутся. А это единственный в Анапе отель, который работает по системе «Все включено». Сейчас тут наводят последний марафет в номерах. С 11 июня уже забронировано почти три этажа. Ждут здесь не только туристов. На время Чемпионата мира по футболу тут разместится сборная Дании. В отеле специально пришлось докупить мебель и жесткие матрасы. А наши кубанские повара разработали меню для иностранных гостей. Они выбрали наш отель, и им очень понравилась наша кухня, то, как мы приготовляем. И сказали, что лучше они не найдут. Высокий уровень сервиса с порога замечает и Вениамин Кондратьев. Это не просто отдельно стоящая гостиница, а современный парк отелей со своей зоной отдыха. Впечатлениями с губернатором делятся и сами постояльцы. Вот мы второй раз приезжаем, очень довольны. Мы были осенью. Цены приемлемые. У нас очень много отелей за такую же стоимость, но с уровнем сервиса намного в разы. Это то, что мы сегодня должны максимально добиваться целого побережья на нашем будущем вопросе. Если было бы больше таких у нас мест, я думаю, у нас бы и туризм был намного более развит, чем сейчас. Внутри главе региона показывают номера, которые подготовили для футболистов. Для руководства отеля предстоящий мундиаль, своего рода экзамен. После него тут планируют принимать еще больше гостей. Рядом инвестор строит еще два корпуса. Соглашение было подписано буквально несколько месяцев назад на сочинском форуме. Вот мы подписали соглашение в феврале. Сегодня уже 100 миллионов инвестировали. Уже идет полное строительство. Если там будет такое же качество, как здесь, там будет лучше. Коллеги, о чем мы говорим? Только вот при таких обстоятельствах, когда мы строим такие современнейшие отели, комфортные отели, доступные по цене, мы не только сохраним количество туристов, которые приезжают в наш край, мы и увеличим, и увеличим кратно отдыхающих, создавая условия, доступные условия для качественного, комфортного отдыха и жителей края, и жителей, конечно, страны. А вот то, что сейчас я вижу, мы к этому не только стремимся, мы это уже реализуем. Уже начали. В 2020 году уже первая отдыхающая команда. Коллеги, лучше любых отчетов. Мы сейчас стоим уже в готовом, где сборная Дании будет проживать, где сегодняшние отдыхающие уже проживают. А это и экономика. Коллеги, все, что мы делаем, это наша экономика. Меньше отчетов и больше конкретики в Неменкондрате требуют и на краевом совбезе. Главный вопрос – безопасность отдыхающих и местных жителей во время курортного сезона. Как выяснилось, далеко не все гостиницы и отели в крае прошли проверку и получили паспорта антитеррористической защищенности. С их владельцами разговор будет коротким, обещает глава региона. Они просто не смогут принимать туристов. До 1 июня совместно с заинтересованными ведомствами, которые указаны в стороне правительства, главами муниципальных образований, эту работу необходимо завершить по выдаче паспортов безопасности, антитеррической защищенности. В противном случае ни один из них работать не должен. Коллеги, я понимаю, что СИЗО, я понимаю, что каждый день кормят. Но еще раз подчеркиваю, что давайте вместе с пониманием, что это бизнес, нести и социальную ответственность перед отдыхающими не только со всего края, но и со всей страны. Обращаем внимание на результативность проведенных проверок и, самое главное, на принятие мер к устранению выявленных нарушений. Закрыть при грубом нарушении, да, нужно будет на самом деле. Но еще лучше организовать достойный отдых. Это самая главная задача вообще-то наша. Поэтому принимать самые жесткие меры к нарушителям, принимать самые жесткие меры к тем, кто сегодня не справляется со своими обязанностями, должна чувствовать соответственность. Не будет ответственности, не будет контроля и спроса, у нас так и будет все продолжаться. Никаких поблажек не будет и дорожным службам. С началом лета на автомагистралях края не должен вестись ремонт. Эту позицию губернатор обозначал не раз. Однако уже сегодня некоторые участки дорог, где работает техника, вызывают опасения. Сотрудники ГИБДД докладывают, есть риск, что в районе Нижнебаканской могут не успеть закончить ремонт к обозначенному сроку. Ну, на сегодня у нас в Нижней Баканке до сих пор в каком-то таком состоянии ведутся работы, и каким образом там будет проходить транспорт. Там мало того, что грузовой транспорт идет, большие грузы, правильно? И сейчас у нас курортный сезон на носу, а работа там еще, извините меня, много. Работы в нижнем слое покрытия будут завершены в первом месяце. В курортный сезон никто работать не будет. Если вы дотчете работать, то на самом деле уже работать будете в другом месте. Коллеги, давайте по-честному, видите, все ездят, и все не дурачки, или не дураки. Понимаете, все же видят, что работает полтора человека. Играться хватит, коллеги. Мы все время вас что-то просим. И если до 1 июня, коллеги, то, о чем мы сейчас проговорили, не будет выполнено, я оставляю за собой право исходить уже из собственных решений и действий, для того, чтобы я все-таки результат этот достиг. А я, поверьте, это смогу сделать. Курортный сезон стартует уже в начале июня. Для Кубани он станет особенным. Ведь этим летом приедут не только туристы, но и футбольные болельщики. И главная задача сделать так, чтобы каждый из них захотел еще раз вернуться в Краснодарский край. Мария Крошная, Инна Чайко, Денис Перес, Алексей Комаров и Александр Брыксин, Кубань-24, Анапа.